я тебе без сомнения совершенно точно могу сказать что это один из лучших нет наверное все-таки лучший из того что я видел а м.д. ультрабук на рынке сейчас я как знаешь как дед которому привезли японский магнитофон научились делать понимаешь вот научились делать блин ох братишка жалко мне тебя не первый день наверное сидишь страдаешь пытаешься выбрать себе ноутбук свой ты скорее всего покупал лет пять а то и семь назад у тебя куча стереотипов по поводу того каким он должен быть и ты вроде как хочешь чего-то свежего на экспериментирует боишься денег наконец-то подкопил вот под конец этого ужасного года прям под праздники хочешь себя порадовать но не знаешь что купить потому что там пипец там сотни тысячи вариков у меня есть вот такая штука и я не хочу делать очередной душный обзор где буду замерять бенчмарками какие-то показатели полчаса тебе рассказывать о том как греется или нет процессора это все совершенно не интересно потому что у меня сегодня очень стильный очень красивый полностью металлический и на сказать реально офигенный lenovo yoga slim 7 мне это может доверять именно с точки зрения человека который постоянно занимается монтажом обработкой фоточек сидит в интернете как смотрит youtube в хорошем качестве и разрешении иногда поигрывает в кресочку и в общем вот такие задачи я ставлю перед машиной которую брал бы себе на каждый день а что делать если у тебя ну примерно 80 тысяч или соточка и ты хочешь реально что-то необычное при этом максимально производительное в первую очередь ты конечно пойдешь смотреть на какие-нибудь intel варианты хотя на самом деле за много лет ситуация уже поменялась и в этом году а md выпустила просто какую-то бомбесную четырехтысячную серию которая во многих тестах я тебе даже их любезно в описании прикрепил чтобы ты сам убедился уделывает intel текущего поколения этот ноутбук работает на amd райзен 4800 ию который по всем показателям вот отвечаю просто вот прям вот уделывает intel core i7 именно с ним стоит сравнивать а в некоторых тестах даже core i9 обходит я посмотрел кучу видосов вот например американцы за этим процессом буквально бегают они его ищут везде потому что есть йога slim 7 на интеле но intel в текущем поколении отстает от райзена по многим параметрам если бы я условно искал себе компьютер для офисной какой-то работы в офисной работы что ты несешь собран я не знаю надо ли вообще тестировать такие вещи помнишь много лет назад в обзорах говорили ничего не скрипит ничего не люфтит вот примерно так здесь происходит все и посмотрел здесь вот написано так йога 7 серии салка еще и он даже не дергается понял то есть у меня он за крышкой не летит вот так вот кубарим со стола смотри я беру так чпонь о по рамке практически нет 14 дюймов дисплей он занимает практически всю площадь крышки за счет чего собственно у тебя размер небольшой компактный когда есть шильдики это хорошо желательно побольше шильдик 1 шильдик 2 надпись 3 и все ты на стиле большой тачпад мне нравится смотри написано dolby atmos speaker system давай по портам посмотрим это же интересно правда смотреть на то какие разъемы здесь есть я позволю себе сказать я пользуюсь другими компьютерами да и какая же боль что ты туда флешку не можешь воткнуть что ты туда hdmi не можешь воткнуть вот казалось бы прошли уже годы с момента как вот эта самая компания перешла на вот эту дебильную историю с юсби си и только где переходник а если ты его забыл или уехал куда-нибудь в гору сидеть все у тебя вариантов вообще никаких нет здесь все как обычно и хорошо два полноценных юсби а есть микро sd ридер кнопочка включения такая красивая один юсби си и только для зарядки один юсби си там дисплей порт совмещенные прочее прочее для всего остального разъем для наушничков hdmi порт причем полноразмерные не какой-нибудь мини или даже микро если ты понимаешь зачем ноутбуку нужно разворачиваться на столько вот градусов ставь лайк клавиатура давай попробуем попечатать приходи ко мне на булочки с маком четко мне гибит смотри какая она приятная на звук мне очень нравится антибликовое покрытие он практически вот даже наклоняю прямо на свет сейчас он не бликует абсолютно full hd на 14 дюймов блин хватает за глаза я вообще пикселей вот с этого расстояния ну примерно там сантиметров 40 до не вижу вот я тут специально открыл собственно в графическом редакторе векторном между прочим с огромным количеством слоев всяких документ и мне нравится как это выглядит я прям представляю себе что я работаю будучи каким-то графическим дизайнером или видеомонтажером за этой машиной знаешь вот это самое важное в любом продукте когда ты садишься берешь его в руку начинаешь с ним взаимодействовать в моем случае отвечаю на вопрос мог бы я с ним жить да совершенно точно потому что меня по первым впечатлениям из-за несколько дней которыми я пользуюсь вообще ничего не смущает при этом здесь несмотря на топовую производительность офигенный аккумулятор в спецификациях написано что это 19 часов работы я по своим тестам могу сказать что где-то 17 с лишним конечно если ты типа будешь там 3d графику крутить монтировать 4k какие-то сумасшедшие то это будет несколько часов как и поверь мне на любом ноутбуке в мире вообще на перелет какой-нибудь очень долгий ты можешь в владивосток слетать и вернуться и тебе этого компьютера на киношки всякие на основные базовые задачи хватит совершенно точно без проблем очень удобное управление режимами максимальная производительность интеллектуальное охлаждение на самом деле в повседневном использовании если это не какая-нибудь адская графика в и горе и так далее ноут не шумит то есть с ним работать максимально комфортно и опять же а md не греется а вообще двухзонная система охлаждения несмотря на позиционирование и стоимость ноутбука поэтому проблем с теплом здесь нет вообще никаких наверняка у тебя есть стереотип по играм типа ты думаешь что intel это про них а md это про все что угодно кроме покатушек в трипл-эй тайтлы ну давай начнем с того что в принципе от такого ноута требовать киберпанка на максимальные настройки немножко ну ты понимаешь у меня есть ноутбук и counter strike гол контр-удар иди полноразмерный юсби все вот так вот раз пацаны сидят такие в старбаксе работают там что-то какой-то медиаплан составляет ты приходишь сел и пошел что делать пошел в крест чеку габин ты че с ума сошел что с кресткой я русский суши не плавно плавно высокие настройки графики и проблем нет хотя опять же никто в такие горы в шутаны вообще не должен катать на высоких настроек обычно все наоборот ставят там четыре на три минимальные вообще всякие сглаживания и прочее для того чтобы добиться максимальной частоты кадров скины выглядят хорошо на этом экране это главное страданий вообще ноль просто приятно играть абсолютно сейчас ой блин я даже не включал режим максимальной производительности между прочим yoga slim 7 спасибо dns за то что предоставили мне эту историю для обзора и благодаря им я смог снять тебе этот видос и решить мне кажется твою проблему выбора следующего ноута было очень приятно меня зовут арсений петров и зачем я тебе это говорю в очередной раз я не знаю короче новых нам встреч все пока кроме шуток мне очень приятно что на windows и стали появляться в последние годы компьютеры которые ты берешь в руку и не испытываешь желание копаться в характеристиках что-то где-то сравнивать искать там спеки читать тесты смотреть и прочее прочее просто видишь очень приятно легкий тонкий хороший красивый безусловно компьютер который решает все твои задачи которые вот так вот четенько открывается дисплей безрамочный 14 дюймов красота приятненько смотришь и думаешь как хорошо жить не ну серьезно а то раньше ты покупаешь там что-то отвалилась там что-то какое-то не то все не так и все как-то не понимаешь не стильно а вот сейчас вот стильно стало наконец-то и никаких компромиссов здесь нет вроде ультрабук потому что я застал вот начало ультрабуков там типа первая половина десятых годов но трэш адский вроде тонкие легкие да но работать на них было невозможно просто это что приходилось таскать с собой кирпичи здоровенно сегодня я те уже с удовольствием прям вот реально испытываю кайф потому что у нас не было особо видосов про ноутбуки мне хотелось в этот мир немножко окунуться посмотреть что там происходит прям вот получаем наслаждение от машинки которые вижу перед собой с радостью тебя не рассказываю поэтому если хочешь покупать от 80 тысяч рублей в текущих реалиях это ну к сожалению или к счастью вообще ничего это очень недорого ссылка есть в описании ты знаешь что делать моя задача была снять видос который все остановит вот эти твои поиски попытки сравнения прочее прочее йога slim 7 если мне не веришь иди посмотреть другие видео и пойми пожалуйста что это практически единственный вариант который ты сегодня можешь купить а благодаря еще райзану это дикий эксперимент в хорошем смысле эксперимент потому что надо для себя тоже что-то новое иногда открывать вот прям вот